Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра начинаем трейдинг с оценки того фундамента, который сложился на прошлой торговой сессии, с анализа того, повлиял ли он на динамику привычных для нас финансовых инструментов. Смотрим также на основные макроэкономические отчеты предстоящего дня и, собственно, снова обновляем и актуализируем наши цели по наиболее популярным валютным парам, ну и тем инструментам, которые представляют для нас каждодневный спекулятивный интерес. Начнем мы, как и всегда, с оценки поведения черного золота. В частности, Brent закрыл прошлую торговую сессию на уровне 49-48, сейчас котируется на отметке 49-37. Признаться, вчера этот актив снова заставил нас понервничать, когда вроде бы как мы нащупали импульс для коррекционной динамики, вот во второй половине дня мы увидели такой резкий импульс роста, который мог привести к закреплению Brent снова выше 50 долларов за баррель. Но хорошо, что развитие этой восходящей динамики не последовало, в принципе, рынок замер сначала на локальных максимумах, а потом вовсе отбился от них и поспособствовал тому, в том числе, фундамент, который сначала в порядке ожидания уже по факту выхода как закрепляющий эффект, которым выступила как раз статистика по запасам нефти США. Ключевыми идеями торговли рынком нефти сейчас, активами, которые представлены на нем, это общее предложение, соотношение, баланс между спросом и предложением, это оценка ситуации, которая предполагает спекулятивные ожидания по факту предстоящей неформальной алжирской встречи нефтедобывающих стран, которая состоится в конце сентября. На прошлой неделе этот новостной фон, в частности, ожидания встречи, оказал очень позитивное влияние на котировки Brent и WTF, трейдеры поверили в то, что на предстоящей встрече могут быть достигнуты определенные договоренности, которые будут подразумевать солидарные, совместные, комплексные действия решения, направленные на восстановление, как раз баланса между спросом и предложением и улучшению ценовой конъюнтуры. Ну, в частности, если бы были приняты решения, если они будут приняты, касательно либо заморозки производства, либо стержения, это, конечно же, серьезнейший фундаментальный фактор поддержки, долгосрочный, поскольку может ознаменовать период осознанной позиции и скорректированных уже планов и целей, в том числе и ближневосточного окартерия. На текущий момент мы знаем то, что они лоббируют одну цель, это любой ценой сохранить собственную долю. И как раз последние цифры по производству, они доказывают то, что с этой целью никаких изменений не произошло. И даже одного этого уже достаточно, чтобы понять, что предстоящая встреча будет просто неформальной беседой, кулуарным обсуждением конкретных трендов, но каких-либо решений мы по факту этой встречи не увидим. В частности, последние также слова со стороны Ирана, Саудыской Аравии, это все дополнительный фундамент, который настраивает на определенный скепсис. Я надеюсь, что коррекция, которую в частности мы наблюдали в пятницу, незначительная. Это первый рывок, который остановил цикл практически из шести торговых сессий роста. Был подхвачен в понедельник, вторник был закрыт с небольшим приростом, но сегодня на азиатской сессии мы видим также снижение. Если предстоящий отчет по запасам официальной цифры нас не подведет и хотя бы немного совпадет с той цифрой, которую мы наблюдали по API, у нас появится довольно-таки сильный локальный фактор, который может стать причиной еще более глубокой коррекции и, соответственно, сохранения понижательного ралли, который показывает бренд. Хотя ралли – это не совсем правильное слово, для того, чтобы мы могли его использовать, нужно все-таки видеть движение более серьезное и выраженное. Но коррекция, которую мы дождались спустя шести торговых сессий ПЧХ, это тоже лучше, чем ничего, и будем надеяться на то, что это только начало. Дальше эта понижательная динамика будет развиваться. Напомню, что вчера новостным событием главным для нефти выступили данные по запасам, в частности, по версии Американского института, нефтечастная оценка, и, согласно отчету, наши ожидания были с лихвой оправданы, поскольку мы ориентировались, делали ставку на то, что прироста будет, но по факту 4,46 миллиона – это серьезная цифра. Она сильно контрастирует с прошлым спадом на 1 миллион и позволяет нам рассчитывать на то, что официальная статистика вряд ли будет сильно разниться. Поэтому, если сегодня официальные данные совпадут касательно прироста, я думаю, что бренду придется все-таки смириться с тем фактором, что фундамента негативно, рынке достаточно. А вот ожидание вот этой встречи, актуальности, связанных с оптимизмом по поводу договоренности, она уже не так остра. Поэтому постепенно смещаемся снова на прежние цифры и статистику, которые создают возможности для распродажи. Напоминаю также, что помимо запасов нефти, мы еще проанализируем цифры по запасам бензина, и Минэнерго США опубликует отчет по производству и добыче нефти в рамках американской экономики за прошлую неделю. Я напоминаю, что двумя неделями ранними, то есть, получается, на позапрошлой неделе, у нас был прирост больше, чем на 150 тысяч со стороны США. И мы сделали с вами объективный вывод о том, что причина как раз роста количества нефтяных платформ, которые уже которую неделю подряд прибавляют по несколько штук, выведя общий показатель уже свыше до 406. И мы понимаем то, что рост за последние месяцы был существенным, то есть, мы возвращаемся примерно к тем уровням, которые были показаны в конце 2015 года, и при сохранении подобной динамикой мы снова уйдем скоро выше 450. Поэтому даже текущего количества достаточно, чтобы рассчитывать на постепенный прирост добычи, последовательный, монотонный, но все-таки прирост увеличения добычи, что мы будем использовать как еще один статистический фактор, указывающий на то, что производство растет и со стороны Соединенных Штатов Америки. Даже вопреки прошлым прогнозам и планам, согласно которым ожидалось сокращение выработки дневной до 8,3-4 миллионов баррелей в сутки. Сейчас это уже 8,6. Снова. Смотрим за цифрами, смотрим за актуальным фоном. Хорошо, что сегодня нам есть на что обратить внимание. По нефти пожилотчетов будет немного в рамках экономического календаря и всей торговой сессии. Но вот по нефти мы дождемся неплохого фундамента. Ждем дополнительного давления и ждем, чтобы бренд снова оказался ниже 48,5 долларов за баррель. Это, кстати, может стать целью даже на конец сегодняшней торговой сессии. Если мы окажемся ниже этой поддержки, тогда точно уже двинемся ниже. Рубль 64,72. Буквально замерли котировки. Не меняются, поэтому предлагаю не делать им большой чести в плане рубля и, соответственно, оппонента доллара. Обрисовывая текущую ситуацию. Если нуждаются в дополнительном триггере, то, понятное дело, в этой динамике нефти. И если, как я уже отметил, мы сегодня не... Если мы сегодня получим все-таки подтверждение и оправданности нашего медвежьего прогноза, то рублю также придется девальвироваться и оказаться выше 65 против американца. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.12.88. Если анализировать вчерашнюю торговую сессию, мы увидели, как евро пытался пробиться выше сопротивления 1.13.50, но пока силенок ему не хватает, чтобы это сделать. И вот буквально от практически этого сопротивления мы увидели коррекцию до текущих уровней и текущих котировок. В частности, разбирая фундамент вчерашнего дня, как я уже отмечал, внимание нужно было обратить на индексы деловой активности производственной в секторе и сфере услуг Еврозоны и отдельных европейских стран. Статистика, мягко говоря, неоднозначная. Во-первых, мы, безусловно, прежде всего следили за производственным индексом в рамках Еврозоны. По факту отчет 51.8 не дотянул до прогноза цифры 52. В сфере услуг ситуация получше 53.1 превзошли ожидания экспертов рынка. А вот что касается отдельных регионов, здесь пессимизма еще больше. Поскольку по факту, опять же, опубликованных данных индекса производственной активности Германии, мы наблюдали трехмесячный минимум 53.6. Здесь, что касается другого ведущего региона Франции, также спад двухмесячный минимум 48.5. Здесь важно, что индикатор продолжает находиться ниже програничной отметки, которая отделяет восстановление, соответственно, от спада. То есть, спад сейчас совершенно очевиден. Выводы, которые можно сделать по факту высших цифр. То, что европейская экономика, может быть, и продолжит восстанавливаться, но она уже утратит поддержку, точнее, даже не будет пользоваться поддержкой со стороны роста ведущих экономик. Потому что индексы производственной активности как раз опережающие индикаторы. И они настраивают нас не на самый оптимистичный лад. Сейчас все внимание евротрейдеров сфокусировано на заседании, которое состоится 8 сентября. Это заседание Европейского Центрального Банка. Напомню, что в этот же день будут пересмотрены прогнозы по инфляции и темпам экономического роста на 2017 и 2018 года. Возможная реакция рынка будет столь же серьезной, как на возможной вербальной интервенции и намеки на дополнительные меры экономического стимулирования. Поэтому мы также будем следить за этим событием. Напомню, что в прошлый раз представители Европейского Центрального Банка решили подождать, как повлияет Brexit на состояние валютного блока экономику. И сейчас, возможно, мы уже увидим несколько другую риторику с анонсом при необходимости дополнительных, опять же, стимулов либо снижения процентной ставки по депозитам, либо продление срока действия программы количественного смягчения переноса с марта на сентябрь. Но прежде чем мы с вами доберемся до 8 сентября, нам нужно пережить пятничное выступление Джанет Йеллин, поскольку это событие является важнейшим для недели. Если руководствоваться рыничными ожиданиями, то, соответственно, комментарии от Джанет Йеллин по поводу перспектив денежно-кредитной политики могут стать причиной уверенного роста американца. Если мы дождемся поддержки для доллара, потенциал роста европейской валюты будет серьезно ограничен. И, в принципе, евро будет тяготеть уже к уровню следующей поддержки, которая находится на отметке 1.12. Напоминаю то, что мы готовы торговать парой евро-доллару, но только после того, как она снизится ниже отметки 1.11. Сейчас занимать короткие сделки рискованно, да и, собственно, так же, как и ставить на покупки, поскольку ситуация новостного характера в пятницу и риторика Джанет Йеллин может стать очень серьезным катализатором для однонаправленного движения валютной пары. И просчитаться с этим движением ни в коем случае нельзя. Фунт против американца 1.3177. Сейчас о котировке видим то, что фунт продолжает настойчиво обновлять локальные максимумы, в частности, способствует ли этому фундамент. На самом деле нет, поскольку важных отчетов по Англии мы не видели. Единственная цифра, на которую можно будет обратить внимание, это ВВП, который выйдет в пятницу. Но я думаю, что волатильность вряд ли будет в связи с этим повышенной. Сейчас для фунта по-прежнему остается определяющим ожидание как раз выступления представителей национальных регуляторов в Джексон-Холле. То есть завтра стартует эта встреча. Будем мы также следить внимательно за любыми высказываниями, которые касаются действий и будущих планов регуляторов, стоящих за теми регионами, валютами которых мы интересуемся. Но, как я уже отметил, прежде всего нас интересует, безусловно, Джанет Йеллин. Потому что, если доллар получит необходимую и стоящую, должную поддержку, тогда фунту придется, конечно же, отступать. Потому что на рынке сейчас локально более серьезного поведенческого такого фактора, который формирует рыночное настроение, кроме как доллара, нет. Поэтому смотрим за ситуацией с долларом. Хорошо, что сегодня на азиатской сессии доллар вроде бы как демонстрирует снова оптимистичный настрой. Мы отбились от отметки 100 иен против доллара. И вот сейчас карабкаемся уже в район 105. Соответственно, если эта динамика восстановления американца сохранится, то давление на евро и фунт в рамках сегодняшней торговой сессии также продолжится. Теперь давайте плавно перейдем к паре доллара и японская иена. Актуальные котировки 138. Если вернуться к вчерашней торговой сессии, можно уже говорить безошибочно, что пара буквально приклеена к поддержке 100, стоит только ей отбиться от этого уровня, как спустя какое-то время мы снова видим, как будто магнита задействована, и снова магнита пару в области этой поддержки. Понятное дело, что для фунта, точнее для доллара, сейчас нужен какой-то фундаментальный фактор, какой-то стимул, способный оказать ему необходимую поддержку. Вчера, кстати, вышел отчет по рынку недвижимости, по продажам новых домов, а также индексу PMI, активности в производственном секторе. В частности, в целом, статистика не оказала разочаровывающего воздействия на доллар, а то, что мы сегодня подрастаем, может быть, даже американец высмотрел в ней достаточно позитива. PMI 52,1 с 52,9. Что касается продажи новых домов, то рост на 12,5% – это самая лучшая цифра с 2007 года. И способствует такому хорошему показателю низкие процентные ставки, рост заработных плат и, в принципе, улучшение ситуации на американском рынке труда. Сегодня у нас дополнительная фундаментальная поддержка, в частности, тоже со стороны рынка недвижимости, продажи на вторичке. Я думаю, что позитив также будет сохранен. И надеюсь, что доллар сможет использовать новую цифру, новый отчет, так как еще один фактор и повод, чтобы продолжать вот это локальное восходящее движение. Параллельно с хорошими цифрами мы увидели поддержку для долгового рынка, в частности, оттолкнулись от минимальных уровней американских облигаций, что создает дополнительные интересы к идее, предполагающей рост американской валюты против иены. Поэтому ставим на закрепление выше 101 иены за доллар, и это возможно уже до выступления Джанет Йеллин, которое запланировано на эту пятницу. Если с таким позитивным настроем мы подберемся к заключительной торговой сессии пятницы, то я думаю, что сможем надеяться на бонус, которым может стать как раз жесткая риторика со стороны председателя Федеральной зерной системы Джанет Йеллин. Собственно, из основных событий это все. Сегодня внимание стоит обратить на продажи на вторичном рынке недвижимости. В США отчет выйдет в 17.00 по московскому времени. Спустя полчаса после этого в 17.30 запасы нефти США. Также ждем увеличения, как и по версии API, и ждем дополнительного давления на Brent. Кодовое слово на сегодня – бумеранг. Величина бонуса в 16%. Действует он, как и всегда, до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Хочу пожелать вам исключительно прибыльных сделок, как и всегда, исключительно попутного тренда, хорошего настроения. Ну и, конечно же, ждем пятницы, которая может стать судьбоносной для доллара. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok